Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. В Кирове хотят создать единую торговую площадку для местных производителей. Поручение об этом дал в Рио губернатор Александр Соколов своим подчиненным после посещения геранской швейной фабрики, которая специализируется на пошиве рабочей и спецодежды. Причем под собственным брендом фабрика выпускает только 6% продукции. Остальное шьется на заказ для нескольких компаний. Производство своих изделий могли бы расширить, но нужны рынки сбыта, отметил Соколов. То же касается и многих других небольших кировских предприятий. Для того, чтобы помочь таким компаниям, и в первую очередь тем, кто не может зайти в федеральные сети, в регионе хотят создать площадку для продажи их товаров. Будет это маркетплейс или торговая точка, не уточняется. Город не может сдать в аренду половину помещений, предназначенных для бизнеса. КСП провела проверку использования муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства. Со ссылкой на итоги аудита сообщает бизнес-новости в Кирове. Оказалось, что из 113 помещений, числящихся в перечне договоры, заключены только по 57. 29 объектов вообще никогда не сдавались в аренду с момента их внесения в перечень, а 27 с момента расторжения прошлых договоров. При этом по 54 объектам аукционы проводились неоднократно, но желающих на помещение не находится. В Кирове расширят производство оборудования, которое раньше закупалось в Европе. Речь о специальных компрессорах для газозаправочных станций. Раньше такое оборудование в России было только импортным. Но в июне этого года кировский завод «Маяк» запустил его опытное производство. Эксперимент удался, и недавно предприятию был одобрен льготный заем по федерально-региональной программе, комплектующей изделия. Завод может получить 100 миллионов рублей на расширение производства. С помощью займа «Маяк» намерен перейти к серийному производству мощностью 120 изделий в год. Будет создано 22 рабочих места. Кировский завод планирует заместить до 30% импорта. Потребителями продукции выступают «Роснефть», «Газпром», «Газомоторное топливо» и «Новотек». И в завершении выпуска о курсах валют. Доллар сегодня 59,90 рубля, евро 59,33 рубля. Мария Кожевникова, Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».